Приветствую вас! Вы знаете, ну, ребенок, который общается только с определенным кругом своих сверстников, это человек, который как минимум стремится к собственному комфорту, стремится к собственному спокойствию и стремится к тому, чтобы ему было хорошо. Очевидно, что от указанного вами в кругах лиц, ребенок не ожидает какого-то негатива в свой адрес. Очевидно, что от указанного вами в кругах лиц, ребенок не ждет чего-то конкретно агрессивного, оскорбительного и унизительного для себя. И вот это, в принципе, является самым главным здесь. Как вам и сказала уже, в принципе, моя коллега, что так девочке удобнее, и она общается так, как ей удобнее. Но весь вопрос заклижается причинам. Вы говорите, что она сама учится в обычной школе. То есть, как я понял, и если я правильно вас понял, то проблем у нее с развитием нет. Ну, как таковых проблем с развитием у нее нет, но она не хочет общаться с другими детьми, да, которых, которые, ну, как бы, ну, обычные дети, она не хочет общаться с обычными детьми, потому что это вызывает у нее что? И вот здесь я хотел бы, чтобы вы как следует подумали. А что это у нее вызывает, собственно говоря? То есть, вот, если, если, если подумать, почему она не хочет общаться с другими детьми? Ведь с какого-то момента у нее это ведь началось, правильно? И если с какого-то момента это началось, то наверняка вы можете постараться отследить, с какого именно момента это началось, чтобы понять, что ей движет, чтобы понять, почему она не хочет сама делать это. Ну, я имею в виду, почему она не хочет сама общаться с другими детьми, которые вот есть у вас в школе. С чем, с чем связана такая модель поведения, именно ее? Поговорить с ней нужно, надо бы. Спросить, чего она боится, может быть, она чего-то опасается, может быть, у нее есть основания переживать или считать, что она не сможет общаться, например, с этими детьми и так далее. А если она, если она так считает, то с чем это связано, почему она так считает, с чем она так думает, как бы, какие у нее для этого есть основания. То есть я не думаю, что нужно здесь сразу брать и идти, значит, к детскому психологу, если честно. Я думаю, что имеет смысл куда более такой логичный и куда более правильный, а главное, сидящий для ребенка. Это начало поговорить вам с ним. И пытаться определить, чем же все-таки продиктовано подобное поведение ребенка. Вот, скорее всего, как это видится, мне нужно начать с определения того, значит, с какого момента это началось. То есть было ли так всегда или нет. Проявляется ли ее подобное поведение, а подобное поведение можно назвать адаптивным, то есть ребенок что делает. Ребенок адаптируется, значит, к той ситуации, к той обстановке, которая у него есть, и выискивает для себя наименьшие пути сопротивления, да? То есть заведомо выбирает, например, такую группу, такую среду, где она чувствует себя комфортно. С чем это связано? С адаптивным поведением. С чем связано адаптивное поведение? С тем, что человек не хочет, не может или боится преодолевать трудности. А почему человек не хочет, не может или боится преодолевать трудности? Ответ на этот вопрос достаточно прост, но в то же время и сложен. Человек боится преодолевать трудности, потому что не верит в свои силы. Ну вот не верит она в то, ваша дочь. Не верит в то, что может, например, реально преодолеть какие-то трудности, связанные, например, с ее общением в группе, в группе следственников. Сатана не может этого сделать. Ей кажется, ей кажется, 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 что, значит, она обязательно в проигрышном положении, она обязательно в проигрышной ситуации находится. Вот именно в этом контексте. И все. И вопрос заключается в том, почему она так считает. Это основной момент на самом деле. Почему она считает, что она находится в проигрышном положении? Почему она находится в проигрышной ситуации? Откуда взялось у нее это восприятие, это вот такое понимание самой себя, своей позиции. Вот. И об этом вам нужно для начала с ней поговорить самостоятельно. То есть не торопитесь, пожалуйста, сразу идти к детскому психологу. Я понимаю, что это важно, нужно и так далее, но я также понимаю то, что для ребенка это очень часто, к сожалению, является довольно серьезным стрессом. Вот. Вы сами сперва просто попробуйте подумать, вот, с какого момента это началось. И далее потихоньку попробуйте поговорить об этом со своей дочерью. Поговорить с ней именно об этом, вот, о том моменте, моменте, который произошел. Представьтесь как-то вот выразить, выразить ей свое понимание этой ситуации, свою позицию, свою позицию этой ситуации. Чтобы вы увидели ее, чтобы вы поняли ее, чтобы вы дали ей понять, вашей дочери, что вы, вы понимаете ее, вы чувствуете ее и вы готовы ей помочь, если потребуется. Вот это самый важный момент на самом деле. То есть, вопрос, доверяет ли вам ребенок, да? Вопрос, проявляется ли подобное его поведение где-нибудь еще. То есть, например, если поведение адаптивное, то ребенок, скорее всего, проявляет себя так не только с детьми, но и где-то еще. Я имею в виду, что ребенок, скорее всего, выбирает для себя относительно легкие, там, скажем, задачи. Ребенок не ставит себе сложных задач, ребенок, например, как-то избегает трудностей, да, и так далее. То есть, вот это является, в принципе, ну, довольно важными аспектами, довольно важными моментами. И я хотел бы, чтобы вы об этом вот все-таки подумали как следует, потому что важный момент на самом деле, очень важный момент. Детскому психологу пойти успеете, но, понимаете, если она общается с детьми, у которых есть определенные, там, трудности с развитием, то кто даст гарантию, что от посещения детского психолога она себя такое не почувствует. И еще больше, например, наплнется в себе. Понимаете, у нее сейчас есть, ну, на мой взгляд, явные проблемы с самооценкой. Явные проблемы с пониманием себя с того, чего она достойна и что она может. И в таком случае вам нужно просто-напросто постараться понять, в какой период она перестала чувствовать себя наравне с другими. Почему она стала чувствовать себя хуже определенных людей? С чем это связано? Вот это вам нужно постараться сделать самостоятельно, потому что вы, являясь самым близким человеком для своей дочери, ну, все-таки наиболее расположены к тому, чтобы ей помочь. И вот если вы почувствуете, что помочь у вас не получается, вот тогда нужно обращаться к детскому психологу. Но сперва это начало вам. Вам нужно поговорить, поговорить, пообщаться с ним, а потом после этого уже поговорить и пообщаться с дочерью. И только после этого может быть дочь привести к нему. Но при этом не говорить дочери, что вы идете к детскому психологу, а говорить дочери, что вы идете к интересному человеку, который с ним поговорит как со взрослым, что простимулирует подростка на то, чтобы общаться с этим человеком, потому что в этом возрасте всегда хочется быть более взрослым, более развитым, более выгодно себя ощущать. С психологом тоже нужно договориться, что это будет все именно вот так обстоять. И пусть психолог попробует стать ей другом. И став ей другом, у него появится реальная возможность подкорректировать поведение подростков. И именно этим занимаются психологи на данном этапе. Корректируют поведение подростков, ну или детей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!